Продолжение следует... Подключаться друг к другу по сети и передавать медиа-данные. Для пользователей Bravia это означает избавление от лишних проводов. Подключитесь по Wi-Fi к локальной сети, и через нее вы сможете выводить мультимедийное содержимое с компьютера, телефона или другого устройства, поддерживающего DLNA. Подробнее о беспроводных подключениях вы можете узнать из отдельной видеоинструкции. В этом же ролике мы обсудим следующие темы. Во-первых, какие возможности открываются при подключении к Bravia персонального компьютера с использованием DLNA. Во-вторых, разберемся, как можно вывести изображение, видео или музыку с планшетов и телефонов Sony Xperia на телевизор. Пожалуй, один из самых удобных и многофункциональных медиаплееров для подключения к вашему Bravia — это персональный компьютер. Подключение по стандарту DLNA позволит проигрывать медиафайлы, видео, изображения, музыку, управляя ими при помощи пульта телевизора. При этом сам компьютер может находиться в другой комнате. Главное, чтобы они с телевизором были подключены к одной локальной сети. Компьютер при этом будет называться DLNA — сервером, а телевизор — DLNA — клиентом. Перед началом настройки убедитесь, что и Bravia, и компьютер подключены к одной локальной сети, а также, что оба устройства включены. В операционной системе Windows 8 встроен готовый функционал для передачи мультимедийного содержимого на телевизор — программа Windows Media Player. Сразу оговоримся, что существует множество разных приложений для организации DLNA сервера, однако мы разберемся с методом, который доступен вам при наличии Windows версии 8.1. При выборе иного ПО или других версий Windows действуйте по аналогии с инструкцией, которую мы приведем дальше. Перед настройкой компьютера включите телевизор и подключите его к одной локальной сети. Сначала необходимо настроить ПК. Запустите проигрыватель Windows Media. В левой части открывшегося окна вы увидите столбец «Библиотека». В нем есть три раздела — «Музыка», «Видео», «Изображение». В нашем примере мы будем отправлять на Bravia видео. С остальными видами медиафайлов можно работать по аналогии. Итак, кликаем правой клавишей мышки поискомой надписи и в выпавшем меню нажимаем «Управление видеотекой». По умолчанию в список уже добавлены пользовательские папки с видео, созданные самой операционной системой. Под названием папок серым цветом указан путь доступа к ним на жестком диске. Если видео, которое вы собираетесь использовать для деланной передачи, располагается в другой директории, ее можно добавить в видеотеку. Для этого нажмите кнопку «Добавить». Найдите и выделите нужный каталог. Нажмите кнопку «Добавить папку». В центральной части окна отобразятся добавленные каталоги. Нажмите «Ок». Теперь необходимо открыть доступ к добавленным только что файлам через сеть. Для этого в верхней части окна кликните на кнопки «Поток». В выпавшем списке выберите пункт «Включить потоковую передачу мультимедиа». Откроется новое окно с настройками. В его верхней части можно задать имя библиотеки. Ниже отображены устройства, работающие с компьютером в одной сети. Найдите свой телевизор и отметьте галочкой «Пункт разрешено». Нажмите «Далее». Следующим пунктом идет настройка домашней группы. После выставления параметров в данном окне повторно медиаплеер его выводить не будет. Выберите типы файлов, которым хотите открыть доступ. По умолчанию доступ ко всем видам мультимедийного контента открыт, но следует учитывать, что речь идет только о тех файлах, которые мы добавляли ранее в библиотеку. Нажимаем кнопку «Далее». Компьютер сгенерирует пароль. При подключении к Bravia он не понадобится, однако может пригодиться для других устройств. Советуем записать его или воспользоваться функцией печати на принтере, после чего можно нажимать кнопку «Готово». Настройка компьютера завершена. Давайте посмотрим записи на телевизоре. Нажмите кнопку «Home» на пульте. Выберите пункт «Меню» «Мультимедиа сервер». В списке доступных устройств найдите свой компьютер. Телевизор выведет содержимое медиатеки. Поскольку мы в нашем примере на компьютере добавили только видео, давайте зайдем в соответствующий раздел. Стрелками пульта выберите нужный файл, а центральной кнопкой подтвердите запуск. Возможна ситуация, когда формат воспроизводимого из библиотеки файла не поддерживается телевизором. В этом случае Windows Media Player в реальном времени будет адаптировать воспроизводимый материал для телевизора. Если это видео высокой четкости, транскодирование может сильно загружать процессор компьютера. Поэтому лучше всего в качестве DLNA сервера использовать мощный ПК. Выводить изображение со смартфона или планшета зачастую не менее удобно, чем с компьютера. Во-первых, вы можете быстро показать друзьям или семье фотографии, сделанные камерой своего мобильного устройства. Во-вторых, перед вами открыты все те же мультимедийные возможности, что и при подключении ПК. Фильмы, музыка и картинки. Рассмотрим подключение на примере смартфона Xperia. Сразу оговоримся, что оба устройства, смартфон и телевизор, уже должны быть либо подключены к общей локальной сети, либо соединены с помощью функции Wi-Fi Direct, описанной в отдельном видеоролике. Существует два способа вывести медиафайлы с мобильного устройства на большой экран. Способ первый. Команда Throw. Актуально, если планшет у вас в руках, и вы хотите просто вывести отдельное изображение, фильм или песню на Бравия, а не создавать полноценный DLNA-сервер. Запустите на планшете штатное приложение Альбом, Фильмы или Walkman. Выберите интересующий вас файл. Прикоснитесь к экрану Xperia, чтобы вызвать параметры изображения, фильма или звукового файла. Нажмите на иконку Throw. Планшет просканирует сеть и найдет устройство вывода, способное работать по стандарту DLNA. Выберите телевизор Бравия и ожидайте воспроизведения выбранного вами файла на большом экране. Если вы передали таким образом фильм или звуковой файл, то его можно останавливать, перематывать или возобновлять воспроизведение с помощью кнопок управления на пульте Бравия. Второй способ подключения – полноценный DLNA-сервер. То есть, все как в случае с компьютером. Смартфон может быть в другой комнате, параллельно он может использоваться для других целей и в фоновом режиме передавать файлы на телевизор. Разберем настройку поэтапно, с учетом того, что к ее началу и телевизор, и смартфон уже подключены к единой локальной сети или соединены с помощью функции Wi-Fi Direct. Начнем с Xperia. На разблокированном экране откройте меню быстрого доступа, проведя пальцем сверху вниз в правой части экрана. Откройте «Параметры». Выберите пункт «Параметры медиасервера». Переключите ползунок в режим «Обмена содержимым». Смартфон начнет сканирование сети на предмет устройств, поддерживающих передачу данных по DLNA и выведет их список на экран. Вам нужен раздел «Ожидающие устройства». Найдите и выберите свой телевизор. Откроется меню настроек доступа. Для домашнего телевизора разумно выбрать вариант «Всегда разрешать». Bravia появится в новом разделе списка «Зарегистрированные устройства». Вернемся к телевизору. Нажмите кнопку «Home» на пульте. Перейдите к пункту «Меню» «Мультимедиа сервер». В списке доступных устройств выберите «Экспирия». Телевизор открывает медиаплеер, где в папках доступны различные виды медиа. Стрелками на пульте выбирайте файлы, центральной кнопкой подтверждайте начало воспроизведения. Если у вас смартфон другой марки или он не имеет функцию встроенного медиасервера, вы можете воспользоваться одним из многочисленных приложений из встроенных магазинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова